Привет, с вами Антон, это English Show, и сегодня мы с вами посмотрим что-то невероятно экстремальное. Вот вы, например, наверняка не любите какую-то еду, морщитесь от вида рыбы, не любите морскую капусту, не любите грибы, все вышеперечисленное, как я, ну, почти что. А теперь представьте, что вам нужно съесть что-то максимально отвратительное, да еще и не просто так, а на глазах у всего мира. Есть американская телепрограмма Late Late Show с Джеймсом Корденом, это в ней, да, была рубрика, где он ехал в машине со звездами и пел, помните, мы разбирали. И вот помимо этой рубрики в ней есть еще одна, которая называется Spell Your Guts or Fill Your Guts. Суть игры простая, правда или действие, либо ты отвечаешь на каверзный вопрос ведущего, либо съедаешь что-то отвратительное. Ведущий, кстати, тоже играет против вас. Название игры довольно тяжело перевести, потому что это игра слов, но guts это либо кишки, либо мужество еще может значить, отвага, да, не спрашивайте. А вот spell the guts это откровенничать, грубо говоря, извините, кто кушает, изливать кишки, потому что spell это разливать. Но получается название можно перевести как пооткровенничай или набей кишки. Кстати, хотели бы поиграть в такую игру сами? Напишите в комментариях. Так вот, это еще не все. В Британии сделали свою версию этого шоу. Я в шоке, что я так говорю. Это британцы сделали версию американского шоу. Просто обычно это наоборот. Еще интереснее, что Джеймс Корден, собственно, британец. Ну ладно. В общем, сделали они на местный лад, естественно, с чаем. И назвали spell the tea, разлей чай. И в качестве экзотических блюд, как вы понимаете, там выступают именно сорта чая, которые, по словам ведущего... All of which are truly, truly gross, окей? All of which are truly, truly gross. Все они прямо очень-очень отстойные. Gross, популярное такое сленговое словечко, означает отстой. Ну ладно, это все было преамбула. Сегодня мы посмотрим на Билли Айлиш в этом шоу, на то, что же она там разливала, и что она там такого интересненького нам сказала. Ну и что съела, естественно. Погнали! Итак, первое блюдо. Да, слово putrid, собственно, и означает гнилой, вонючий. Но в данном случае, думаю, вонючий все-таки. И первый вопрос. Целовал ли ты когда-нибудь знаменитость? И кто это был? И ответ Билли. Правда, вот перед этим она еще говорит... I'm literally shaking. Do you see this? I'm literally shaking. Do you see this? Меня все прямо трясет. Видишь? Literally это часто используемое слово. Здесь оно означает буквально, дословно. По-русски, наверное, вы сказали прямо. То есть, меня вот прям трясет. Раунд второй. Для Джеймса Кордона Билли выбирает... Слоппи, тилфорки, тей. Жидкий чай из соевой индейки. Ух, шутки, британцы. Жесть какая. Говорят, что ты отклонил очень выгодное предложение, чтобы остаться на этом шоу. Сколько давали? To report – это сообщать. Поэтому reportedly на русский как бы трудно перевести. Но самое близкое – это говорят что. Буквально в смысле докладывают что. По докладам очевидцев тебе, значит, предлагали деньги. И он отвечает. Я тебе никогда не скажу. Мой папа сидит здесь. Мой папа меня физически убьет. Не выдерживает накала Джеймс и отхлебывает страшного варева. И в этот момент камера крупным планом показывает папу Джеймса, который, как видно, смеется от души. Молодец, папа. Кстати, physically – это, естественно, физически. Но здесь она скорее подчеркивает эмоциональность фразы. Наверное, его можно отнести в ту же лигу, куда я literally. Типа, I'm physically, literally, really hurt, там, например. То есть, мне реально, по-настоящему больно. Ну, мы едем дальше. У нас третий раунд. И на кону у нас... Окаменевшее яйцо по-шотландски. И для Билли очень простой вопрос. Можно почитать последние три твои смс-ки вслух? Да, кстати, DMs – это direct messages, то есть прямые сообщения в любых соцсетях, ну, вот особенно в Инстаграме, разумеется. Absolutely – ну, конечно, улыбается Билли. Полезное слово absolutely означает здесь «ну, конечно». Монтажер, ты не можешь его вставить. Не вставляй его. Не надо. Удержись от этого греха. Абсолютно. 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 Кстати, все сообщения, которые они прочитали, даже от звезд вроде Риты Оры или Хайли Бибер, incredibly lovely, то есть очень милые. Но Билли в долгу не останется и на четвертый раунд. Она уже выбирает для Джеймса, English Beans and tuna tea – чай из бобов и тунца. Это любимое британцами романтическое шоу, конечно. В этот момент у Джеймса на лице прям видно облегчение. Послушай, ведь это на самом деле я и Рут. Это наше шоу. Мы всегда делали его вместе. Это правда именно двое из нас, и ее мнение всегда было очень важно. Bang on – это безошибочный, однозначный, взрыв на. Ну, короче, прям вот точный. Ответил, получается. Не увидимо, как он тунца выпивает. Пятый раунд. Теперь у Билли есть отличная возможность попробовать фестеринг фингер сэндвич. Сэндвич – гнойный палец. Это ведь блюдо для Хэллоуина, я надеюсь. Кстати, это сэндвич с мармитом и экстрактом дрожжей. Кто был самой мерзкой знаменитостью, с которой тебе приходилось взаимодействовать? Interact – это взаимодействовать, общаться. К сожалению, их целая куча. Дрожащим голосом говорит Билли и пробует этот гнойный сэндвич. A whole lot – здесь целая куча. И, наконец, последний раунд. Для Джеймса здесь наказание в виде murky mint tea, то есть чай из растопленного мятного мороженого с оливками и луком. А можно по отдельности? Это просто все. Я бы отведал. Нормально, по-моему. Вы с Гарри Стайлсом друзья. Можно прочитать три ваших последних сообщения. Такое задание уже было. Блин, где ваша уникальность? Text – здесь это, естественно, синоним DM, то есть сообщение. Ну и Джеймсу сразу приносит его телефон, конечно, но нет, нет, нет. Что же там было с такое? Я не поступлю так с ним, и я не поступлю так с тобой. Твое здоровье. И Джеймс героически делает глоток. Cheers – синоним нашего «ну будем», то есть такой тост. Или, как переводят в голливудских фильмах, «на здоровье». Кстати, а какие блюда все-таки кажутся самыми отвратительными вам? Вот и из этого шоу, и вообще, в принципе, самое страшное сочетание, которое только можно придумать. Для меня это какой-нибудь фарш вот с тухлыми яйцами перемешать, в блендере это все измельчить и молоком залить. И рыбу туда. Ой, ой, боже. Кстати, если у вас раньше изучение английского вызвало такую же реакцию, как вот эти вот «Fastering finger sandwich» или «Slappy to forky tea», то я горячо рекомендую вам пройти бесплатный урок в школе English Show по ссылке в описании. Во-первых, он бесплатный. Во-вторых, он бесплатный. В-третьих, вы там определите свой уровень. В-четвертых, вы там поставите себе цели. А команда English Show сделает все возможное, чтобы построить обучение под вас. Все ссылки в описании. Ну, а с вами был я, Антон. Прощаюсь с вами до следующего выпуска. Спасибо, что смотрели. И пишите, что еще нам разобрать из английского, потому что эта рубрика не кончится никогда. Пока, ребят, до встречи.